Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке. В авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Бродский Всеволод Яковлевич, доктор биологических наук, профессор. В Московском университете имени Ломоносова читал курсы по цитологии и гистологии, заведовал кафедрой цитологии и гистологии биолога починного факультета. Редактор-консультант Большой советской энциклопедии, член редколлегии журналов «Цитология», «Антогенез» и Европейского гистохимического журнала. Область научных интересов. Цитология и гистология. В лаборатории профессора Бродского получены основные данные о клеточной полиплоидии. Показано широкое распространение полиплоидных клеток в ткани животных и человека. Выяснены механизмы полиплоидизации. Открыл существование околочасовых ритмов клеточных функций. В 50-е годы прошлого столетия ввел в практику отечественных исследований количественные цитохимические методы. Автор более 250 научных работ. Награжден медалью Пуркинье Академии наук Чехословакии. Лауреат премии имени Ильи Мечникова Академии наук СССР. Всеволод Яковлевич Бродский сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Мы в студии программы, которая посвящена человеку как биологическому объекту. Биологические объекты, все организмы, вообще-то это совокупность разнообразных ритмов. Все мы знаем про суточный ритм, циркадный, он обусловлен сменой дня и ночи, сезонные ритмы. Недавно новость вызвала большой интерес, сообщение об открытии сезонной активности генов, которые задействованы в работе иммунной системы. Но сегодня мы послушаем ваш рассказ о других ритмах. Они были открыты вами же 40 лет назад, а может быть и больше. Они изучаются активно по сей день, во многом еще остаются загадочными, как я поняла. Ну, в той части, которая касается объяснения механизма, который запускает эти ритмы. И так не будем тянуть. Околочасовые биологические ритмы, пожалуйста, Всеволод Яковлевич. Действительно, мы все знаем суточный ритм или сезонный, потому что мы их чувствуем, прямо чувствуем. И это не только смена дня и ночи, но в разное время суток энергия разная, усталость, настроение. А вот час мы не чувствуем. И открыли их случайно. Причем в работе, которую никакого отношения к хронобиологии не имело. Нужно было определить ошибки нового метода, интерференционной микроскопии. И метод, и основы прибора были созданы в институте, оптическом институте в Ленинграде тогда. И вот меня попросили определить ошибки на биологическом приборе. Дело в том, что этим методом можно было определить сухой вес, по сути дела, содержание белков в одной клетке. Ну, что я подумал. В то время считалось, это было очень давно, больше 50 лет тому назад, страшно сказать, что белки меняются мало, они стабильны. Через несколько дней или даже недель меняется содержание белков. И вот я решил так. Буду измерять одни и те же клетки каждые 10 минут. В течение часа. Что ожидал увидеть? В среднюю, прямую и точки выше, ниже, которые характеризуют... Ну, вокруг них, да, разброс такой. Допустимый разброс. Совершенно верно, разброс. А обнаружился купол. Не поверил себе. Ведь в учебниках написано, что через дни недели меняется. А тут всего час был в первых опытах. Купол. Повторял много раз. Купол в разных там вариабельности, в разных очертаниях. Вместе с сотрудниками оптического института проверили технические ошибки метода. Статья даже вышла такая специальная. Технические возможные погрешности. Ничего не помогало. Купол, каждый раз купол. Поверил в это только тогда, когда совсем другим методом содержания белка в отдельной клетке измерил и тоже нашёл купол. Опубликовали вместе с Александром Федоровичем Кузнецовой, создателем микроскопа. Ну, купол это ещё не ритм никакой, не колебания. Колебания увидели, когда продлили измерение во времени. На всех кривых, которые я буду показывать, вот по горизонтали время, здесь три часа, а по вертикали это признак. В этом случае белковая масса клеток, будет синтез, поведение, там много что. Тут время, посмотрите. Три часа. Явные колебания. Во всяком случае, три периода, 40 минут, 50 минут, 30 минут. Ровно час бывает очень редко. Это околочасовые ритмы. Через два-три года... Прямо противофаза здесь видна. Да, 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 да. Вот так вот всё меняется. От среднего отличается на 30-40, иногда и на 50%. Появились работы английские, микробиологов, которые нашли точно такие же околочасовые колебания в активности и концентрации трёх-четырёх ферментов у бактерий. В нашем институте биофизики, тогда он в Москве ещё был, нашли такие же колебания, размер в некоторых клетках, в культурах. Через 15 лет столько работ накопилось, что в 1975 году можно было написать обзор на английском языке в журнале теоретической биологии. Вот он до сих пор выпадает первым, когда в интернете ищешь, то первой ссылкой выходит этот обзор. Вот ссылка именно на этот вот обзор. А потом уже в новом веке, да, две книги были опубликованы, Шпрингер в Лондоне, ну, естественно, на английском языке, сборник крупных обзоров, ведущих лабораторий, где эти ритмы представлялись в разном виде. Вот как называется последняя книга. Надо сказать, что в первом обзоре я называл ритмы околочасовыми. И иногда до сих пор и англичане, и американцы пишут, вот как я тогда по латыни написал, цирка хораля, по аналогии с циркодианом, с этими. Ну, потом в американской единой номенклатуре их назвали ультрадианными, ну, и я теперь так и называю. Ну, да, для единообразия, конечно. Чтобы понимали, да. Вот, как видите, ультрадианные ритмы от молекул до разума фактически, до поведения, до мозга. Вот так называется. И я постараюсь вам, собственно, дальше всё это рассказать, показать. Где эти ритмы находят в клетках, вот, свойства клеток. Где их находят? В живых клетках, одиночных. В клеточных культурах, там в среднем берут, уже на многие клетки, у бактерий, у дрожжей. Ну, и иногда в клетках млекопитающих, ин вива, ну, когда на срезах, их смотрят. И уже отсюда вы видите, что это, скорее, собственное свойство клеток, чем заданная нервная система. Ну, при чём тут нервная система? Вот масса клеток. Я вам только что показал этот ритм. Не могу удержаться от того, чтобы не показать, вот, ритм белков живого нейрона. Это работа Загузкина и Лебедева из нашей лаборатории. Теперь Сергей Львович, давно профессор Ростовского университета, своя лаборатория, продолжает иначе там работать с этими ритмами. На глаз всё видно. Значит, поглощение ультрафиолетовых лучей в зоне, белковой зоне. Очень плотное поглощение, раз в 30-40 минут, а потом снижается. Это изолированный нейрон механорецептора рака. Ну, один из классических объектов нейрофизиологии. Неделю он живёт в изолированном виде, сохраняя все свои электрические свойства. А кривая – это измерение, которое у нас провели в ультрафиолетовом цитофотометре. Вот видите, чёткий очень ритм. Раз в 30-50 минут изменяются эти свойства. Изолированный нейрон не в организме, что важно подчеркнуть. Да, его выделяют. Вот рак рядом лежит, выделяют этот нейрон, сохраняют все его связи. И вот так меняются его свойства. Он виден, это огромный нейрон при слабом увеличении. Потому, собственно, и объект с ним работать удобно. Конечно, конечно, конечно. Ну, вот другие свойства. Надо сказать, что масса клеток, чтобы увидеть массу клеток, должно повести. Потому что это ведь результирующая синтеза и выделение. Если бы не было секреции, тогда бы клетка росла, она же не растёт. Значит, нужно синтез секреции, ритм секреции показали. Нужно, чтобы они не совпали. Если они в противофазе, так никакого ритма не будет. Будет прямая. А вот синтез белка – это постоянное свойство множества клеток. Вот где не смотрят, находят этот ритм. Вот наверху, это в нашей лаборатории, самые разные клетки, нейроны, печень, поверхностные клетки, кератиноциты, стромальные. В последнее время это малодифференцированные, пролиферирующие и так далее. В бластомерах показали, ну, масса клеток. Интенсивно работают две лаборатории, с которыми я в постоянном контакте. Вот в Йоханнесбурге в университете, они на лейкемических клетках в культуре. И в Британии, в Кардиффе дрожжи – практически важный объект. Они берут из огромных чинов пивоваренный завод. И для них важно всё новое узнать о дрожжах. Так вот там ритм синтеза белка, массы ферментов – всё это чудно на дрожжах. Винно. Две темы наши, может быть, особенно интересны для медицины. Вот я вам хочу о них рассказать. Одна выполнена вместе с сотрудниками известного гастроэнтеролога Первого медицинского института, профессора Рапопорта. Язва 12-перстной кишки. Берут биоптаты. Это совершенно безболезненное дело. Первые у меня взяли. Сотрудникам, конечно, не говорил. Но вот первые измерения прошли вот на этом. Берётся биоптат крохотный. Ну, там 2 мм может всё. Режут бритвой на срезы и в срезах определяют. Делят на вес, конечно, срезы, чтобы так всё было корректно. Находят ритм. Вот когда человек хорошо себя чувствует, а ведь между язвой может пройти несколько лет. Между обострениями. Между обострениями. Иногда человек и 10 лет не чувствует, что у него язвенная болезнь. Это же хроническое состояние. Так вот, низкий уровень синтеза белка и почти не виден ритм. Как только обострение, огромный размах колебаний, и синтез увеличивается раз в 5. Это такой диагностический приз. Синтез суммарный, синтез суммарного белка. Да, синтез суммарного белка. Ну, разумеется, никто по синтезу белка диагноз не будет ставить. Медленно, дорого. Есть прямой метод эндоскопии. Так что это не нужно. Интересно другое. Вот человек приходит к гастроэнтерологу, у меня боли. Смотрит эндоскоп, никакой язвы нет. Берут биоптат на всякий случай. Огромные колебания и высокий синтез. Через неделю ложится в клинику, его лечат. Проходит примерно месяц. Это же рана, она должна зажечь. Даже у молодого человека не одна неделя. Вылечили рубец. Через неделю берут контрольный биоптат. Сохраняется ритм. Через две недели берут ритм. Это значит, что нужно начать лечить при первых жалобах больного и продолжать лечить уже когда... До исчезновения ритмов. Такой вот выраженности ритма. Ну, недели две так. Потому что может же не прийти человек для контрольной биопсии. Ну, порекомендовать. Уже опыт. Это на многих людях. Я вот сидел при всех этих биопсиях. Там сотрудник Рапопорта брал, а потом отвозили в лабораторию, и мы уже смотрели эти... Десятки людей. Так что это огромный такой материал. Может, даже не глядя. Кончилось. Рубец есть. Продолжай лечиться. Две-три недели. Вот это одна работа. Другая относится к старению. Значит, задача была такая. Сохраняется ли ритм... Ну, у старых животных. У человека не посмотришь. У старых. Вот посредине как раз старые крысы два с половиной года. Крысы до трёх лет живут. Есть ритм. Но такой слабый выражен. Сравните с молодой крысой. Я опять-таки в процентах выразил, чтобы наглядно были изменить. У молодой синтез выше намного. Но не только в этом дело. Размах колебаний посмотреть. Ведь до 50% молодые. А тут вот 15-20% от силы. Много раз повторяли. На многих крысах. Что такое? Старое животное. Старые клетки. Это клетки печени. Вот эти клетки печени, гепатоциты, они живут долго. Полгода. Год. Обновляются, но слабо. Кот клетка может жить. Это же очень много. Крыса сама живёт 2,5-3 года, не больше. Но дело оказалось не в возрасте клеток, а в среде, в которой клетки живут. Вот посмотрите. Вот правая, старая крыса, вот с такой вот динамикой. И добавили сыворотку крови молодой крысы. 10% всего. Уже через 5 минут, посмотрите, размах клетки такой же, как у молодой. Клетки стали как бы молодыми. То же самое, если мы в среду добавляем такие вещества, организаторы ритма. А это другая тема, я к ней ещё вернусь. Но вот мелатонин, фенилэфрин, ганглеиды, 10 примерно выявлено таких организаторов у нас, в Англии и так далее. Микромалярные дозы. 2-3 минуты. Ну, 10 минут максимально. И посмотрите, что делается. Клетки становятся молодыми. И что интересно, они помнят это. Вот потом мы такие клетки молодые, через день, через два смотрим. Такой же ритм, а вовсе нет старых. Уже через три дня возвращаются вот к хилым этим колебаниям. Но два дня помнят. Это очень важно. То есть им задаётся как бы этот... Да. Мы один раз, это как триггер, включили, и они помнят. Ну, посмотрим дальше. Активность ферментов. Множество ферментов изучено главным образом в Южной Африке. 5-6 ферментов. В Кардифе тоже 2-3 фермента у дрожжей посмотрели. И околочасовые ритмы есть, и короткие. Ведь активность ферментов определяется не только их концентрацией, но и формой молекулы, к информации, как говорят. Трёх-пятиминутный ритм. Мы очень часто брали. Ну, там аспирантка какая нашлась. Я отзывы писал на эти диссертации. Вот не ездил в Южную Африку, к сожалению. А там отзыв ведущего учреждения, как у нас называют, тоже есть. Вот я писал этот отзыв ведущего. Учреждение, вот аспирантка вот так часто, через минуту брала, и нашла короткие ритмы. И околочасовые. Дыхание клеток тоже околочасовая периодика. Концентрация АТФ. Вот англичане первыми у дрожжей нашли, что концентрация АТФ колеблется в околочасовой периодике. 20, 30, 70 минут. Вот такие вот. А это энергия универсальная. А это универсальная энергия. В нашем институте после этого Юравицкий Юрий Герцевич посмотрел уже в наших клетках, печёночных клетках, крыс, и нашёл такой же околочасовой ритм АТФ. PH цитоплазм. На кафедре цитологии университета Литинская нашла колебания PH цитоплазмы в очень разных клетках. У меня была надежда, что вот, наконец, нашли датчик времени. Пейсмекер. Ведь это универсальные такие ритмы, от которых всё зависит. У всех организмов, во всех клетках, да. Кислотность. Меняется активность всех ферментов. Ну и синтез белка тут же, и масса, и что хотите, будет менять. Нет. В совместной работе с Юравицкой и Литинской мы в очень широких пределах, ну, физиологических, разумеется, изменяли PH и АТФ. Средний уровень синтеза белка мы смотрели синтез белка, гепатоцидов. Очень сильно изменил. В зависимости, особенно от PH. Ну и АТФ тоже. Но ритм остался. То есть тут мы не нашли этот водитель. Совершенно верно. Но возник другой вопрос. Вот я всё время отстраиваюсь от нервной системы. Может быть, зря, потому что, возможно, ну что-то было задано и осталось, и так далее. И вот провели денервацию печени. На кафедре гистологии 2-го медицинского Татьяна Клеонниковна Дубовая, её сотрудники денервировали печень. И при этом итог гормонов печень был сильно нарушен. Это плохо очень. Не все крысы выжили, но которые выжили, жили долго, жили благополучно. Ритм у них остался. Причём и в выделенной культуре, и в срезах, то есть ин виво также. Вот в нашей лаборатории Валентина Ивановна Фатеева всё это делала и каждый раз находила ритм. Значит, нервная система вот первый раз так посмотрели, вроде не очень-то в этом случае и влияет. Органы. Переходим на новый уровень. Уже уровень органов. Новый уровень. От клеток к органам. Совершенно независимо от цитологических работ биохимических. И, как правило, ничего о них не знаю. Ну, так уж водится. Ну, так водится, да. Каждый на своей грядке. Нашли околочасовые ритмы разных органов, функций и всего организма. Причём два типа околочасовых ритмов выявили. Природные, где вот само собой там 20-30 минут, 90 и так далее. и интегральные. И интегральные. Эти ритмы короткие, они к часу никакого отношения не имеют, но если сложить раз в пять минут какой-то признак, то чудный околочасовой ритм получится. Ну, вот, природные околочасовые. Всё пищеварение работает с околочасовой периодичностью. Теперь можно сказать. Первое, что увидели физиологи, сокращение желудка и кишечника. В начале века 20-го в лаборатории Павлова увидел Болдырев такой, профессор, потом желудок сокращается и кишечник тоже сокращается. Периоды очень разные, беспорядочные. Может быть, 30 минут, а может быть и 90 минут. Вот такие разные. Не придал никакого значения, но опубликовал. Ну, такой побочный результат другой работы. Потом уже лет через 50 появились миографические методы, электроды ввели, короткие ритмы, секундные сокращения желудка и кишечника и около часовые. Причём выяснилось, что голодные ритмы, вот когда это на собаках всё делали, собака не ест долгое время. Они даже больше выражены, чем после того, как она поест. Там тоже есть. Есть, конечно, есть. Пища же проталкивается. Но голодные ещё сильнее. И второе. Вот в работах конца века ленинградских физиологов денервировали некоторые органы. ритм остался. Это относится и собственно к пищеварению. Я об этом скажу. Значит, опять-таки, не только нервная система, она, конечно, здесь регулирует, безусловно, в организме, но и собственные свойства. Выделение слюны – это классический объект исследований Павла. Уже в первых работах и он, и другие показали, что хотя слюна выделяется непрерывно, но интенсивность её не одинакова. То усиливается, то ослабляется. На время ещё раз подчеркнём, без внешних воздействий, независимо от... То есть это не классические павловские опыты, мы подчеркнём просто это. Это никакого отношения к рефлексам. Бежит и всё. А ведь в слюне начинается пищеварение. Там же некоторые ферменты начинают переваривать пищу, вернее, не переваривать, а измельчать, готовить пищеварение. Гидролиз начинается, во всяком случае, сахар расщеплёт. Ну, то, что это не просто слюна, а это синтеза активность ферментов, это уже показали и мы, и другие, ведь вот то, что я вам там первые колебания белков, это было сделано слюной железе. Это было сделано слюной железе, короче. Вот. Значит, и синтеза активность ферментов и в желудке, и в слюной, и в поджелудочной, железе, вот то, что называют пищеварительным соком, в околочасовом ритме. И здесь тоже пробовали денервировать поджелудочную железу уже. Ритм остался пищеварительного сока. Значит, и здесь это свойство клеток органа не меньше, чем нервной системы. так скажем. Концентрация гормонов в сыворотке крови. Целая глава вот изучения околочасовых ритмов больше 20 разных гормонов и у человека, и у других млекопитающих, там, и у овцы, лошади, у коровы, у кого-то, только не смотрели, не говоря уж о крысах, да, у беспозвоночных пищеварительных. Масса гормонов инсулин, мелатонин, это вот у млекопитающих, кортизол, кортикостероль, фолликула стимулирует, ну, в общем, вот. Причем бывает так, что вот эти пики, четкие пики, усиливаются днем или ночью, и тогда суточный ритм, и на этом фоне около часа. А бывает, что никакого суточного равномерия, равномерные пики днем и ночью. Но это зависит от конкретного гормона, наверное. Это зависит только от конкретного гормона. В чем дело? Смотрели синтез в органах, тоже органы внутренней секреции. Где смотрели, нашли секрецию, как в кровь поступает, неравномерно, а тоже вот такими вот рывками, да. Ну, вот продолжаю изучение вот таких вот ритмов, теперь вот интегральный. Уже на уровне организма. Уже на уровне организма, причем тут нужно некую математическую обработку. Вот дыхание. Ну, мы через каждые несколько секунд вдыхаем, выдыхаем. это никакой не час, короткие такие. Вот, но если за пять минут или за десять минут сложить и нарисовать кривую, будет четкая около часовая. Разная днем, ночью лежим, стоим, бежим, ну, ну, как водится. Пульс. Частота сердечных сокращений. Английские врачи-кардиологи первый раз это заметили. Клиницисты вот измеряли непрерывно. Пульс, есть приборы, они у нас ходят больной, там, все время пульс, артериальное давление у него измеряют. Сутки, несколько суток подряд. Значит, они первые заметили, что если вот так сложить, получится околочасовой ритм. Причем для диагноза, для прогноза он не менее важен, чем вот эти вот секунды. Кардиограммы всякие. Да, тут же секундные у пульса в среднем колебания. Причем они первые сформулировали, это очень крупный вывод, я считаю, что выбор частот важен. Вот для прогноза. Очень хорошо, когда их много. Вот есть и 20 минут, и 15, в то же время есть 50, 70, 90, такая широта. Это хорошо. А плохо, когда одни короткие или одни длинные. Вот только 20-30 минут, 40, а длинных нет. То есть своего рода арсенал должен быть. Частоты это обеспечивает какую-то вариабельность и стабильность. вот. Он обеспечивает выбор. Надо сказать, что мы это показали экспериментально еще до этих кардиологов, работая на слюной железе. Вот посмотрите. Вот здесь мы еще с интерференционным этим микроскопом работали. Сухой вес клеток слюной железы. Ну это белки. Ведь сухой вес на 90% это белки. Значит вот крыса, когда она в виварии и кормушка всегда стоит, сколько угодно пищи, она не ест непрерывно. Психологи давным-давно показали, что крыса подходит к кормушке примерно в среднем раз в три часа. Не чаще. Поезд отойдет, спит, общается с другими крысами и так далее. Но не часто она ест, раз в три часа. и вот мы стали кормить крыс. Кормушку ставили ненадолго, буквально на две-три минуты. Или раз в три часа, это был контроль своеобразный. Или раз в два часа, быстро. Или раз в шесть часов. посмотрите, как изменился средний период колебаний общего содержания белков, а потом повторили и с синтезом белка. Тоже самое. Считайте, что это и синтез тоже. Совсем разные кривые. Здесь в контроле у вас от 20 минут и до 100 минут вот такой разброс. У тех, кого коротко кормили, остались только короткие колебания. 20-40 минутные и все. А кого редко кормили, посмотрите, огромный размах, разброс вот такой период только длинный. Но это как бы коррелирует априори с таким ожиданием. Совершенно верно. Так вот и было. Средний период 33-49-107. Коррелировало почему? Когда разделили вот еще в той первой работе на промежутки между кормлениями, совпало. Но это говорит о том, что орган выбирает выбор. Вот в чем значим. Адаптация органа к нагрузке. Часто кормят, выбираются только эти. Редко выбираются только длинные. Вот в чем. Ну, в сердце, конечно, гораздо больше значимость выбора. причем нас волнует ведь не столько пульс, сколько артериальное давление. Вот посмотрите, это американская работа. Они одновременно фиксировали пульс и артериальное давление у человека. Совпадает. Значит, выбирается не только частота сердечных сокращений, что очень важно, но выбирается и артериальное давление. И если большой арсенал, как правильно вы сказали, то выбирается, что нужно, короткие длины. А если малые, человек не справится с нагрузкой. Выбор частот, приспособление к нагрузке. И англичане, и потом американцы даже обозначили, что вот когда малый выбор, они это назвали динамическая болезнь. Вот такой неполноценный ритм. Это, конечно, важно. Ну, пойдем дальше. Вот опять интегральная активность нервной системы. нейроны, как все знают хорошо, электрическая активность вообще миллисекундная. Но если вот эти миллисекундные копить там в течение пяти минут или десяти даже, нарисовать кривую чудной околочасовой ритм. Его увидели до всяких кривых и до всякого сложения. еще в середине пятидесятых очень давно Клейтман классическая работа исследуя чередование фаз сна нашел, что мы видим сон никогда попало. Сон легко регистрируется. Вот веки там колеблется, вот человек спит, собака спит, кролик спит. Чудно можно определить, когда виден сон. В среднем у человека через девяносто минут меняется, но есть короткие, там тридцать, сорок, быстро меняются сны, а в промежутке нет этого сна. Или еще более длинные, вот тоже, когда сны не видим. быстрый вот этот вот, да, сон назвали быстрым по электрической активности, потому что он не отличается ничем от состояния бодрствования. В сущности, во время сна, хотя мы лежим там и не двигаемся, но наш мозг работает так же, как в состоянии бодрствования. значит, вот есть быстрый сон, а есть медленный, когда никаких снов нет, и ритмы очень медленные. Медленная электрическая активность такая. Значит, это видно просто на глаз, безо всяких. На глаз еще можно оценить подвижность разных животных. Вот первая работа была на обезьянах, тоже американская работа такая, поведенческая. Вот посмотрите, подвижность макак-резусов, в дневное время суток три обезьяны, и ночью одна, вот внизу слева. Тут 12 часов, больше 10 пиков, около часовая периодика. они не все время бегают непрерывно, немного подвигаются активно, отдыхают, ест, общаются с другими обезьянами, опять двигаются, прыгают с ветки на ветку. Видите, у всех трех около часовые пики. Ночью, когда спит действительно, уже нет таких резких выбросов. обезьяна все-таки меняет позу, чешется, ну и автоматический датчик, а это непрерывная запись активности, регистрирует около часовую периодику. То же самое потом сделали, исследовали у других животных. Морские свинки, они дневные животные, как и обезьяны, и у них точно такая же периодичность в активности. А вот крысы и мыши, они ночные, у них вот ночью особая и активность, и пики, но пики эти тоже около часовые. Есть суточная активность, и у обезьян, и у мышей и крыс, но она складывается из около часовых, что важно, и в разные днем, ночью разные пики, высокие или низкие. Одновременно это вот замечательная работа во Франции, была сделана подвижность, дыхание, температура тела, одновременно автоматически у мышей. Всюду, около часовые, и также суточный ритм тоже был выржен. Слушайте, а вот у человека рефлекс касания лица тоже ритмична? Совершенно верно. Никогда не подумала бы. Вот понимаете, у человека вот такой вот рефлекс психологи конца прошлого века. Вот сидит человек в комнате, как мы с вами, условия комфортные, как в той комнате, куда меня сначала привели. Конфеты, печенье, чай, кофе может пить, книги. Вот он спокойно сидит, а за полупрозрачной перегородкой психолог регистрирует, когда он у бак или нос там никак попало. Раз в 15, полчаса, 40 минут, вот так вот, только так. Как интересно. Рефлекс касания лица. Оказалось, и обезьяны также. Они мало того, что бегают там по вольере или там еще что-то, они рта почему-то касаются, независимо от питания. То есть это не обезьяны также, это мы как обезьяны. Это от обезьян у нас такое вот приобретение. Как интересно. такое вот. И что интересно, производительность труда. Это прекрасная работа. Первая, вот в начале 90-х 10 раз повторяли одно и то же. При монотонной работе. Вот здесь швейная была работа. Швеи у них на машинке, они передают друг другу какую-то кофточку. она прострочила, передает соседке, а она другую в другом режиме. А третья пуговица ну и так далее. Вроде конвейера вот такого швейного конвейера. На автомобильном конвейере то же самое. Вот как раньше делалось. Вот машина двигается по конвейеру, один закрутит гайки, там карбюратор прикрутит, другое еще что-то. Третий вставит какой-то там датчик еще что-ли. Вот на конвейере раз в пятьдесят минут, раз в час резко падает производитель. Ошибки увеличивают. Это можно назвать чистота ошибок, а это не шутки. Ладно уж там кофточка, его можно просто выбросить. Я не автомобилист, а вот автомобилисты, они считают, что ручная сборка ведь лучше, по-моему, то есть, но это ошибка, это заблуждение. ошибка. Ну я так вот слышала машины ручной сборки. Ручная сборка имеется в виду совсем другая. совсем другая. Самые дорогие машины их действительно собирают. какие-то узловые там. никакого конвейера. Время не ограничено. А, понятно. Качество, и за этим смотрят 10 человек. Там нет конвейера. Вот почему. что имеется. Роллс-Ройс, Бентли, там вот такие вот машины. Они особо качественные, потому что их поштучно собирают. Ну да, и там действительно если не ограничено время, никто не стоит с секундомером. А рядовой конвейер, там ошибки. И поэтому, когда японцы вместо людей автоматы поставили на механическую работу, люди всюду, ну люди что, они следят, чтобы вовремя мотор доставили еще что-то, а прикручивают гайки автоматы, и качество японских автомобилей сразу резко повысило. Сравнительно с американскими в частности. Так, потом на ведущих автомобильных заводах всюду перешли на автоматы, и теперь уже это не стоит проблемы. Но вот ошибки, внимание, рассеивается. движется. Ну, это я уже перехожу к другой теме, а пока мы должны запомнить, что вот эти околочасовые ритмы, они не менее важны сравнительно с суточными. Видите, вот функции сердца, наше самочувствие, усталость, внимание, это очень важно. они идут в околочасовом, а не только в суточном интервале, суточный, грубый, а этот вот тонкая настройка, часовая настройка, тонкая. И вот теперь возможная природа. Это очень важно. Это очень важно. Откуда они берутся? Собственно, это то, что с самого начала интересует зрителя. Совершенно верно. Я пришел в конце, потому что надо было показать, где они и для чего нужны. Потому что если сразу сказать, что непонятны природы, никто и смотреть не будет. Я пришел к этому в конце. И вот смотрите, первое, что приходит в голову, внешний какой-то датчик времени. Ну, сразу отмечу, что час, это ведь величина условная, придуманная людьми. Вот жрецы в древнем Вавилоне 4 тысячи лет тому назад разделили, во-первых, сутки на 24 часа, а час на 60 минут. Это вот эти люди придумали. Вряд ли они знали о клеточных околочасовых ритмах. сомневаются и нам вроде не стоит искать час в природе. Да. Придумано. Но, как это ни странно, часа действительно нет. А вот околочасовые ритмы природных явлений есть. Первый нашли пульсары некоторые. вот эти далекие звезды вот мерцают не как попало, а в околочасовом интервале. Солнце изменяет размеры, пульсирует в среднем раз в два часа, но есть 20 минут и 40 минут и три часа. В среднем два часа. Земля сокращает независимо от землетрясения. Это отстроили сразу. Кстати, первая работа и по Солнцу, и по Земле, это в нашем институте. Вот астрономик Крымской обсерватории знаменитой, вот с Солнцем, вот там определили. Англичане одновременно и в Nature очень корректно в одном моменте опубликовали в конце прошлого века. Земля это уж тоже конец начала нашего века в институте физики Земли. Вот так вот колеблется. Зависит ли клеточные ритмы? Ну, знаете, пофантазировать конечно хотелось бы, но в голову не приходит опыт, который бы однозначно это показал. Отстроиться нельзя от этих влиять. Ни космос, ни пещера никакая не избавят. Ну, пещера от Солнца избавит, не избавит, от Земли, а космос наоборот. не избавит. Понимаете, надо же избавиться и тогда будет это вот. Так что задача остается, но пока как-то внутриклеточный датчик времени говорил, АТФ, ПАЖ, не вышло. Надо искать, может быть, что-то еще. Понимаете, я вот не склонен категорически отрицать. Может быть, два каких-то датчика, которые взаимодействуют друг с другом. Но пока это так остается нерешенной задачей. Не первой очереди. Ну, вот так. Генетическая программа. Вот, суточный ритм. Он генетически уже определяет. гены. Ну, гены церковные есть. Центр. Один из центров нервной системы. Значит, эволюция шла вот при смене дня и ночи. Правда, менялось это продолжение сильно. Но современные организмы уже идут в близких интервалах времени. И все это уже вошло в генетическую программу так. около часовой. Уж очень меняются периоды. Сильно. Вот я вам все время говорил. 20, 30, 90, 100, в 5 раз. Суточный тоже вариабельный. Вот когда догадались посмотреть какой-то признак 5-6 дней подряд, то нашли, что 24 часа это редкое исключение. 23, 21, 26, даже 28. Вот так вот. В сутки редко. Но все-таки не в 5 раз. Ну, собственно, ферментативная активность с около часовым ритмом это же отражение генетическое. в общем-то, да? То есть там... очень. Не очень. Понимаете, если линейно мыслить... Нету, нет этой зависимости. Нет этой зависимости. В культуре же видят. Главные работы на культурах и там-то... Не, ну, в культуре ген делает фермент, в общем, да? так. Ген делает все. Ген делает... Но в данном случае... Но он регулируется. Он, да, регулируется каким-то... У нас же задача, что регулирует, что время задает. Конечно, ген... И содержание белков, и масса, и секрет. Но помимо своей регуляции, как бы, так сказать, есть еще что-то. Совершенно верно. Что является вот таким датчиком, вот отнюдь не ген в этом случае. Уж больно, понимаете, меняется хаотически. Вот почему как-то сомнительно генетическая регуляция. Хаотически меняется. Хаос. Ну, можно представить, что есть какие-то гены хаоса. Почему не быть? Вдруг есть, чего не бывает. Но трудно, трудно представить, а главное, уже 10 лет, даже больше, ну, так, лет 12-13, обсуждается другая идея, что это исходная, природная, хаотическая последовательность. Вот процессы и клетка иначе жить не могут. Они не абсолютно стабильны, а качаются вот в таком хаотическом. Причем это псевдо-хаос, как выяснилось, фракталы. Среди фракталов есть абсолютные хаотические, они нам не интересны. А есть те, которые только внешне хаотические, а на деле структура закономерная. Вот я вам показал, вернусь вот к этой вот абсолютно хаотической кинетике. Да, мы тогда не остановились на фрактальном показателе. потому что не созрели. А теперь, вот посмотрите, средние периоды в три раза отличают. Кривые, страшно далекие, а вот рассчитал простой показатель. Ну, математики, физики очень сложно доказывают фрактальную природу. Там самоподобие еще что-то. Я это самоподобие тоже увидел, сейчас говорить не буду. Мне это все не по зубам, так скажем. Но есть простой фрактальный показатель, который близок 0,7 для самых разных явлений. Показан для очертания берегов, для тока воды в реке. Она же хоть и тещет все время. Для атмосферных, по-моему, тоже. атмосферных явлений для облаков. 0,7 вот так вот. Формула есть простая, мне доступна. И вот когда я посчитал фрактальный показатель для этих очень разных явлений, посмотрите, 0,7 до второго знака, 0,68 это тоже 0,7 0,74 это тоже 0,7 то есть фрактальная идея она сейчас как будто бы удовлетворяет всех. Написаны крупные обзоры. Я тоже писал, но у меня это внешнее такое сходство. Ну не серьезно. Физики серьезно. написали. Они нашли скажем в структуре ДНК фрактальная последовательность. Вот до чего даже. Чередование последовательность кодирующих белок и не кодирующих повторов. Значит математики 5-6 серьезных работ американских изображения псевдо хаоса в разных процессах. И тогда если формализация точнее. Верно. Если принять эту идею около часовой ритм предстает как фундаментальное свойство. имманентное нечто. Тогда не нужно искать никакой пейсмекер, никакие гены. просто иначе жизнь не может осуществляться. Но тут могут быть обратные связи. Они показаны и предполагались. И они примерно час, скажем, для синтеза белка усиливается, ослабляет. Но так или иначе вот этот псевдо-хаос, колебания, это как раз поддержание стабильности. И поэтому вот в той последней книге, которую я вам показал, у меня там глава совместная с главным редактором Дэвидом Ллойдом, профессором Кардивского университета. Я вот там на клетках млекопитающих, он на дрожа пришли к одним и тем же выводам вот в этой книге, в этой главе. И предложили в результате многолетней переписки дополнить предстатие гомеостаз гомеодинамикой. Что вот стабильность поддерживается колебанием. И больше тот самый выбор частот, да. Верно. Выбор частот очень важен. Это приспособление к нагрузке. Вот так. Внимание человека, усталость, ритмы мозга. кстати говоря, показаны ритмы сердца вот эти вот 45-ти десятиминутные в среднем. Что на минимумах резко ослабляется внимательность человека. Поэтому и мозг так плохо работает. Получает слабое питание. Вот в чем дело. Не нейроны устают, они просто плохо питаются. Потому что системы тоже в своем ритме уже правоносная система. Они тоже на своем минимуме. Они тут. И вот поэтому заседатели лекции считают больше, понимаете, 40-50 минут бессмысленно. физиологически перестают слушать. Ну вот уроки. Ведь абсолютно эмпирические великие педагоги в конце 19-го века ввели перемены. В средние века как? Сидели дети и долбили наизусть часами. Бедные дети. Они ничего не понимали. Вот себя 5-часове что-то выдалбливают. И студенты так же учились. А вот в конце 19-го поняли нет. Не годится. Урок 45 минут, да? Это в конце 19-го, А потом 10-15, а то и 20 минут. Ну, большая перемена, да. Выходи, побегай по коридору, просто поговори с соседом, постою в окна, да? Вот. Но только не занимайся. Ну, еще Павлов говорил о необходимости смены рода деятельности в течение дня. Он в саду, по-моему, копался, если я не ошибаюсь. Верно, но это здоровый образ жизни у него. обязательно обязательно в течение дня нужно менять род деятельности радиофизического оборудования. А тут каждый час, каждый час надо передохнуть. И все это имеет клеточную основу. Это имеет клеточную основу. Буквально, потому что это свойство клеток. Клеток. Вот, свойство нагрузки. Ну и вот совсем уже другая тема. Вот, индивидуальная клетка и популяция клеток. Вот я этого избегал. Ведь на живых клеток около десятка работ есть, одно я показал. Другая блестящая работа выполнена в Московском университете на кафедре цитологии, Чунцов там с аспиранткой. Они смотрели на наших культурах. Вы же возглавляли эту кафедру какое-то время. Намного позже уже было. Вот Скулачевский краситель, который характеризует энергетику клетки. Состояние митохондрии. Не энергетику. Состояние митохондрии. В часовом ритме в живых гепатациях. Ну, не в этом. Большинство работ ведь на популяции тысячи клеток берется среднее. Почему мы видим ритм, спрашивается? Ведь, казалось бы, клетки как угодно там качаются друг с другом. Не согласуют свою активность, казалось бы, и никакого ритма не должно быть. В среднем прямая нет. Видим ритм. Общий ритм результат синхронизации клеток. Вот, посмотрите. Две клетки. Никакого согласования. Ритмы в противофазе, и вот красным показано результирующее. Прямая, никакого ритма. клетки выделяют некие синхронизирующие факторы. Сначала их мало в среде, колебания приближаются друг к другу, и слабая такая ритмическая активность. Вот как в старых гепатоцитах я показал. Много синхронизирующих факторов сближаются ритмы отдельных клеток чудный ритм. Значит, синхронизация клеток, механизм синхронизации, это крупная проблема физиологии и нашего здоровья. Есть согласованность или нет? Есть кооперация клеток или нет? Вот такой результат работы изучения отдельных клеток приводит к другой теме. Прямые межклеточные взаимодействия. За изучение которой недавно дали очень крупную премию исследователям этого кворум-сэнтинга так называемого. Ну, вот я к премии никого отношения не имел, но тем не менее вот эти прямые одна из первых моделей была у нас и мы в сущности пришли к тому же ритм. Но это то, над чем вы сейчас фактически в вашей группе работаете? 20 лет. Ритм около часовой это для меня уже некая история. Вот то, что я рассказал, это одно из другого собственно. Одно из другого. а вот прямые это другая глава физиологии. В микробиологии это действительно вот прямо было показано на взаимодействии бактерий. Но вот то, что уже нами показано, то, что в клетках млекопитающих по сути дело тоже самое. Очень интересно. Спасибо. Спасибо большое. Своим гостям, Сил Дяковлевич, чей путь в науке яркий, приближается к 50-летнему рубежу или перешел такой этот рубеж, вы не один у нас такой были. Я всегда задаю один и тот же вопрос, он очень меня интересует и он сейчас как-то с особой высветился актуальностью, потому что вы знаете, все наши реформаторы, они очень много говорят о том, что наши ученые мало публикуются в западных журналах, ученые говорят, что нас не берут в западные журналы, на каких-то там условиях берут, на каких-то не берут, что низкий уровень цитируемости наших работ, вы все эти разговоры прекрасно знаете. Вас есть ли разница в том, как был сейчас и тогда, когда вы начинали и сейчас, потому что вы активно работаете, вы публикуетесь и вы, как никто другой, наверное, можете это ощутить. Правда ли, что есть какие-то изменения? Или работа есть работа? Изменения есть, но я бы не сказала, что они катастрофические в смысле публикации. то есть барьеры какие-то есть непреодолимые для хорошей работы, скажем так? Нет, другое дело, что сейчас стали деньги брать за публикации. Ну, это не состояние, наверное. А мы получаем так мало, увы, что мы не всегда можем. А институты не имеют возможности? институт абсолютно не имеют возможности. Вот состояние институтов и науки это не тема наше. Это да, это понятно. Но вот это, конечно, ужасно. Просто ужасно. Ну, тогда этот вопрос, если с этой стороны смотреть, то его можно переадресовать тем, кто, собственно, требует высокой цитируемости. Именно. Пусть они тогда и платят. Именно. Вот берут но не во все журналы не потому, что не хотят. Пожалуйста, вы известны. Да, есть хорошая работа. У вас работа. Вот можем взять ну, там, 500 долларов за страницу. За страницу. Ну, что-то в этом духе. Вот, ну, как. Ну, при моей зарплате меньше тысячи долларов в месяц. Это понятно. но какого-то приняжения искусственного заслуг, чего-то такого вы, по крайней мере. У вас коллаборатори, я с вами, в Англии, в Южной Африке. И у вас никаких с этим нет. Нет, нет. Никто заслуг не умоляет. Знают, ведь до последнего времени, вот когда не было, когда вот это делалось бесплатно. Да, да, да. Ведь мой английский язык плохой. я вот пишу и меня понимают. Но потом, вот, как было в последнее время, главный редактор журнала правит эту работу. Ну, понятно. Ну, я думаю, не только вы так, да. Очень вежливо пишут. Да, я все понял, понял. Я вставил некоторые идиомы, никакие не... Идиомы, когда я смотрю его правку, там, красных букв больше, чем моих. Он сильно поправил язык. Поправил. Да, да. То есть отношения самые дружеские. Но вот этот вот уже не железный, а золотой занавес, он, конечно, ужасен. Ну, что же такое? И Академия помочь не может. Сегодня не может. Сегодня нет, конечно. Ну, тогда пусть помогают те, кто берет на себя функции организаторов науки. Упрекают, упрекают, ну, как упрекать? Понятно. Спасибо, успехов вам, Теолет Яковлевич. Спасибо. Спасибо.